помните христос говорит продай последнюю сорочку купи меч и тогда когда у тебя больше нет выхода это крайний момент но этот момент бывает было надо принимать конечно мы сейчас находимся в этом конечно естественно почему тогда мы не продаем последнюю сорочку ну как вам сказать во время этой войны не даже помню 90-е годы когда 90 мы продавали я помню мы продавали пластинки свои плащи у кого-то дубленка была кто что мог продавал это же волгу моего брата продал мульс его согласие у кого что надо купить для ребят это понятно все тогда продавали вот сейчас была вот эта война я считаю 3 никто почему-то 2 почему-то апрельской они не считают за войну непонятно но от него короткодневная ну и что война есть война есть близ война да так вот варю это войны вы посмотрите столько людей начинают дальние диаспоры до ближней диаспоры до армении помогали продуктами лекарствами одеяниями я не знаю жилеты посылали военные сапоги посылали плащ-палатки спальные мешки по и а ты вот 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 недавно до шла огромная гуманитарная помощь очень многие помогали очень я знаю ребят который сотни тысяч долларов потратить помогали так тебе о чем мы с вами говорим да было у нас 44 дневная война да мы получили тяжелый нокдаун потери территориальные людские не нокаут я сказал надо я четко сказать да я повторяю просто так вот морально понесли ущерб кто против нас воевал азабаджан вместе с турцией пакистан помогал белоруссия израиль украина продавали давали оружие ничего ничего это нормально продавали англия координировала курировала эту войну такие силы были брошены против нас ему 44 дня устояли не считая огромное количество демонических сил которые воевали я не хочу сейчас об этом говорить что многие не поверят в это у меня есть факт но это мы с вами мужем на день да именно демонические силы да именно демонические силы по словам архиепископа паргова с азербайджанской стороны против армян воевали все герои марвел спасибо за просмотр поставьте лайк если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь что думаете вы пишите в комментариях до новых встреч